Приветствия! Сегодня я покажу макияж Smokey Eyes при помощи кремовых теней и заодно покажу как правильно тушевать кремовые тени. Для этого существует немного другой способ от того, который я показывала в предыдущем видео. Линк я оставлю внизу или где-то с двух сторон, где я показала как правильно тушевать пудровые тени обычные, компактные. В этом видео я покажу как тушевать кремовые тени. Итак, я буду использовать палетку от Make Up For Ever. Они буквально недавно, пару недель назад вышли вот с такой палеткой Black Tango. Палетка из четырех кремовых теней. Выглядит она вот таким способом. Четыре вот таких, как сказать, изеречка. Белый, уходит в цвет шампанского. Королевский синий. Такой благородный лазурь изумрудно-зеленый и бордовый. Все эти четыре оценки, они шиммерные, кремовые. И им нужно работать очень-очень быстро, потому что они очень быстро засыхают. Поэтому каждый раз, когда вы наносите, в принципе, не только в эти кремовые тени, но и в любые другие кремовые тени, когда вы наносите этот продукт на кисточку, рекомендуется сразу закрывать вот эти пузыречки, баночки, чтобы продлить жизнь вашим кремовым теням, чтобы они засохли. Сегодня в макияже я буду использовать всего два оттенка. Это вот этот бордовый и вот этот цвет шампанского и вот эту кисточку. И я вам покажу, как правильно тушевать кремовые тени, потому что этот способ немножко отличается. В этом способе вы больше растягиваете цвет, а не тушуете, как я вам показала в предыдущем видео. Итак, если вы хотите узнать, как я сделала такой драматический макияж, то оставайтесь со мной. Для этого макияжа я буду использовать всего два оттенка кремовых теней и одну кисточку. В вашем случае это будет две кисточки. Я буду использовать вот эту... В этой палетке четыре цвета я буду использовать только два оттенка. Это вот этот фиолетовый, бордовый и белый шампанского. При нанесении кремовых теней лучше всего использовать синтетические кисточки, так как они не впитывают кремовый продукт вовнутрь ворса и лучше растушевываются. В технике нанесения кремовых теней лучше придерживаются растягивающего способа растушевки, то есть не того способа, который я показывала в предыдущем видео. Если вы можете посмотреть, как правильно тушевать тени, то есть сухие тени, в кремовые тени лучше тушевать растягивающим способом. Итак, я вам покажу, как я буду это проделывать. Я беру кисточку, набираю вот этот оттенок. И когда вы пользуетесь кремовыми тенями, как только вы набрали цвет на кисточку, лучше всего закрыть тени, чтобы они прослужили вам дольше. И теперь я начну с нижнего века. Я сначала проделаю, нарисую вот такую линию. Этот макияж очень драматичный, и поэтому вы можете использовать кремовые оттенки намного светлее. Для наглядного пособия я покажу в темных тонах, тем более, что вот эта палетка, она именно предназначена для темного смоки-айз. Нанесла я вот эту линию. Периодически я макаю кисточку в этот бордовый цвет. Нанесла, как бы я продолжила линию нашего нижнего века, тем самым, как вы знаете, мы обозначаем, мы задаем форму нашему макияжу. И теперь мы начинаем вот этой маленькой кисточкой растушевывать по направлению вниз маленькими штришками. Иногда заново, проходясь вот так, и снова растушевываем. Кремовые тени от Мака Форевера, они очень быстро засыхают, поэтому работать ими нужно очень-очень быстро. Теперь для более лучшей пигментации мы заново строим этот цвет. В принципе, по той же технике строим цвет от светлого к темному. То есть мы углубляем этот цвет теперь. Движения у нас идут вот такие маленькие, такие растягивающие движения. И длина растяжки наших теней зависит от того, как сильно вы хотите растушевать тени. Так, сделали. Теперь мы приступаем к верхнему веку. Я снова набираю на эту же кисточку, на эту же сторону кисточки тени. Прохожусь по верхнему веку. Вот таким способом. Прошлись. Еще раз набираем. И теперь я заполняю наше веко. При помощи этих теней работать нужно очень-очень быстро. Теперь я немножко протираю нашу кисточку об салфетку, чтобы она была немножко почище. Избавляемся от излишков цвета. И снова начинаем растягивать этот цвет. Но теперь при открытом глазе, буквально очень быстро, при открытом глазе, полуоткрытым, мы растягиваем цвет. Так как это проделываю сейчас я. Работа, в принципе, кропотливая, но если работать быстро и приноровиться, то ничего сложного в этом нет. Вот. Как видите, я вот растягиваю сейчас. Теперь я возьму тени в сиреневых оттенках. У нас это будут тени Мак, называется оттенок Шейл. Кисточку. Этот оттенок является, в принципе, светлым. И теперь мы вот этим цветом растушевываем границы и немножко добавляем пигментации шиммерного светло-сиреневого цвета. Здесь мы прибегаем к растушевке, о которой я вам говорила в предыдущем видео. И то же самое мы проделаем с нижним веком. Теперь тот шаг, который я вам объясняла в предыдущем видео, как еще более чисто растушевать тени, это нанесение хайлайта под бровь. Я буду использовать хайлайт вот этого цвета шампань. Я беру вот так же кисточку, другую сторону кисти. Опять же она синтетическая. Набираю. Столько. Закрываю сразу крышечкой. И наношу под бровь. Снова набираю кремовый цвет. Наношу. И немножко этот цвет можно опустить вниз. И как вы можете видеть, то есть хайлайт под брови, он всегда смягчает растушевку границ теней. И придает такой красивый блик. И опять же я нанесу этот же самый цвет по внутреннюю уголу глаза. В принципе на это можно было остановиться. Но я последую картинке с рекламой этих теней. И обозначу черной подводкой водная линия. И теперь, как обычно, я закручиваю наши ресницы. Сегодня я буду использовать тушь от Benefit. Называется он Bad Gal Plum. Это тушь не черная. Она вот такого сливового цвета. Я не знаю, если вы можете видеть. Так, вот такой у нас получился Smoky Eyes, интенсивный Smoky Eyes макияж. Я надеюсь, что вам понравилось. Сейчас я сделаю второй глаз, и затем мы перейдем к остальной части лица. Итак, глаза у нас выглядят вот таким вот образом. Довольно-таки драматичные, но в принципе Smoky Eyes. Вечерний Smoky Eyes, он в принципе таким и является. Когда мы делаем Smoky Eyes, остальную часть лица лучше оставить максимально нейтральной. Но все равно нужно обязательно закончить макияж, обязательно сделать губы. И лучше всего нанести какой-то нежный блеск для губ, потому что если вы нанесете, допустим, нюдовую помаду, как обычно считается, если у вас темные глаза, темно накрашенные, то губы сделать нюдовыми. При Smoky Eyes лучше всего нюдовые губы покрыть обязательно блеском, иначе, если у вас просто будет помада матовая на губах, то тогда вы будете казаться как мертвые, и немножко слишком готичный образ получится. Поэтому лучше всего освежить и сделать более нежным этот макияж при помощи какого-то нежного блеска. Когда я несла тайный крем HD Make Up For Ever в цвете 127, в этот раз и в этой кремке я с другой пудрой. Опять же, это будет Make Up For Ever, она будет такая башня из матовых пудр. Это матовая пудра, матовая рассыпчатая пудра в цвете 52 при помощи кисточки, кисточка от Sigma Powder Blush F10. Немножко наберу. Обычно, что я делаю, это я, когда набираю рассыпчатую пудру, я ее немножко в ладошки вот так размешиваю, и затем слегка наношу на Т-зону. Т-зону, извиняюсь. Затем мы, конечно, можем сконтурировать наше лицо. Я опять же использую Shade Star, контурирующую пудру от MAC и вот такую кисточку. Но сильно я не налегаю на бронзер в этот раз. Так как у нас слишком много происходит на глазах. В принципе, можно немножко освежить лицо при помощи румян. В этот раз я буду использовать Physicians Formula Mineral Wear румяна. Минеральная румяна в цвете Rosy Glow. Просто слегка нанесу, абсолютно немножко, просто чтобы освежить вид. И губы я бы просто освежила блеском просто. Я буду использовать блеск от Bourjois Effect 3D Volume and Shine Elixir в цвете 51. Итак, вот такой у нас получился макияж. Я надеюсь, вы не испугались таким темным цветам. В любом случае, я вам показала, как правильно тушевать кремовые тени. В принципе, особо заморочек нет. Самое главное, это приноровиться и работать быстро. При помощи всего одной кисточки и буквально одного-двух оттенков тени. Итак, я надеюсь, вам снова понравилось мое видео и было кому-то полезным. И до скорых встреч. Пока!